Театр-музей Каждая рекреация, я вам сейчас покажу фотографии, будет нести определенную нагрузку. То есть человек, который придет в этот театр посмотреть какую-то пьесу, какой-то спектакль, он попадает в атмосферу театров разной истории. Например, в каждой рекреации будет находиться интерактивная доска с определенными перборами. Нажав на кнопочку, человек сможет увидеть, например, Эскал, или Театр Лидерарта, или Греческий древний театр, или Шекспировский театр, или Театр Кабуки Японии, или Театр Тимея Китайский. То есть человеку, который придет в Керченский драматический театр, имени Александра Сергеевича Кошкина, он может попасть в атмосферу любого мирового театра. Театр на сегодняшний день 2,5 года, и сегодня уже может судить и зритель, и критики, и все, кто угодно получился или не получился театр. Во всяком случае, то жюри, которое приехало на Боскорские огоны, они были потрясены увиденным, сделанным к нами вот этой страничке, которую мы предложили Татьяне Викторовне Урехиной. И дай бог ей здоровья, она очень хорошо откликнулась на это, она пошла, непроверенный факт совершенно, и она увидела в нас, что мы можем это сделать, и доверила нам. И мы открыли новую страничку по искусственным огонам, которая будет называться «Театральный заприк», которая открыта для камерных спектаклей, для моноспектаклей, для открытия новых имен, для бенефициаров, которые могут заявиться здесь со своими, для поэтов, прозаиков, для каких-то музыкантов интересных. Вот, и очень хорошо, что Татьяна Викторовна согласилась с тем, что эту страничку будет теперь вести Театр Киркинский. И я надеюсь, что если мы к следующему году, мы к следующему году, мы сестра то сделаем, но постараемся, если такая будет возможность, потому что установка любого спектакля, вы же понимаете, что это деньги. Та субсидия, которая нам выделяется сегодня бюджетом города, она только на зарплату, причем совершенно небольшую, для нашего коллектива, для нашего театра и коммунальной зеки Тамбаскова. Остальную же субсидию на постановке мы получаем из федерального бюджета в программе поддержки театров малого городов России, насчитывающих население до 300 тысяч. Поскольку муниципальные театры в Крыму только мы и в Патарийске, и ЦУС, и ЦУС, по-моему, другого театра. Ну, в общем, всего два театра, поэтому ревильную долю, скажем, этой субсидии забирает театр Кушкина. Это очень здорово, потому что мы очень много сейчас на эти субсидии. Почему мы гоним, почему мы по два-три спектакля делаем в год, иногда даже четыре, хотя обычно в других театрах большие, полномасштабных, ставится две там прессы, одна-две максимум, а мы три-четыре. То есть это мы специально нагоняем для того, чтобы когда в конце 2023 года будет открываться театр, здание театра, чтобы мы зашли уже своим собственным репертуаром туда. У нас должно быть не менее 12-15 спектаклей, чтобы этот цикл был показан. И сейчас у нас готовится премьера «Голый король иллюзии. Сказки» по Шварцу. Следующий выходит у нас «Очень русский лес» по произведению «Русский лес» в Беломстве. Это тоже такая фантастин-тосмогория будет. И следующий выходит у нас, это будет «Приколая дама», естественно, которая будет премьерным показом на открытии нашего театра. Ну, как без Кушкина, да? Называться спектакль будет «Тройка, семья, пытуз». Вы уже понимаете, что это тоже будет некое фантастическое зрелище, мистического характера, которое будет связано с игрой. И все, что с этим человеком делается, когда он попадает в лапы игры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!